Три часа в Астане, это значит настало время рассказать нашим дорогим зрителям коротко о главном. Вы по-прежнему да находитесь на телеканале ЖБЕК ЖИЛОЙ, значит сейчас узнаете о самых интересных новостях к этому часу. Начнем с главного. К этому моменту президент Казахстана примет участие в саммите БРИКС. Он пройдет в Йоханнесбурге. 24 августа Касымжумар Токаев с помощью видеоконферент-связи станет участником заседания диалога глав государств в формате БРИКС+. По приглашению президента ЮАР Сирила Ромофосы, глава государства выступит на заседании в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Аккорда. Мы обязательно будем следить за этим событием и завтра о нем расскажем. К другим темам. В Индию на индийском самолете. Все по канону, как говорится. Вполне возможно уже в сентябре. Крупная зарубежная авиакомпания запускает прямой рейс Дели-Алматы-Дели. Полеты по этому маршруту будут выполняться трижды в неделю. Ранее связать две страны новым рейсом. Хотел уже другой лоукостер, да, еще до пандемии. Однако карантинные ограничения как раз таки этому помешали. Говорят, что минимальная стоимость в этот раз перелета по этому маршруту не будет превышать 55 тысяч тенге. А вот как вам такая новость? Биометрию вводят в одной из школ Актобе. Однако сканировать будут не детские лица, как многие из вас сейчас могли подумать о ладони. Да-да, именно распознавание этой части тела оказывается один из самых надежных способов считывания биометрических данных. С 1 сентября учащиеся и педагоги лицея номер 72 будут заходить в здание с помощью прогрессивной системы взмахом ладони. Дети смогут расплачиваться за обед, открывать свои шкафчики, ну или, к примеру, смогут взять таким образом книгу в библиотеке. Проект, говорят, пока будет работать в пилотном режиме. Ученики и преподаватели часто теряют карточки, браслеты, а первоклассники не дотягиваются до турникетов. Теперь достаточно прикоснуться ладонью к экрану терминала, и сканер считывает рисунок вен, и деньги автоматически списываются со счета родителей, которые могут контролировать расходы детей. Эту технологию мы разработали с конца 2018 года, и в 2021 году у нас были уже первые продажи. В инфракрасном диапазоне сканируем рисунок вен ладони в инфракрасном диапазоне и превышаем его в хэш-код. Соответственно, это безопасная система и для здоровья. Это все данные хранятся в зашифрованном виде, у нас есть информационная безопасность. Не нужно уже никаких денег, телефонов, карточек и так далее. Это решает еще вопрос школьного буллинга. Краеведческая экскурсия по Иртышу. Такую могут себе позволить жители Павлодара. Школьники региона, к примеру, поднимаются на борт специального катера. Профессиональные географы, гидрологи, зоологи и прочие специалисты там для них уже проводят лекции. При желании можно высадиться в каких-нибудь интересных местах и продолжить обсуждение той или иной темы уже на суше. Посетить такую экскурсию можно на этой неделе. Мы очень много выставок проводили, много говорим с ребятами, а ведь никто не знает о своем крае. Они не знают, где Баянаул. Некоторые даже ни разу там не были. Они не знают, что у нас богатая область, где у нас месторождений огромное количество. И вся таблица Менделеева даже не знают об этом. Когда мы приводим их в музей, который мы открыли в прошлом году, в конце года, они говорят, неужели это наша Павлодарская область? Продолжаем. Отечественная анимация продолжает искать себя и зачастую находит в самых интересных форматах. Казахстанский мультфильм «Серик Теск», к примеру, победил на международном фестивале во Франции. Работа заняла первое место в номинации «Лучший короткометражный фильм» на кинофестивале «Анимated Expressions Expo». Фильм рассказывает историю о двух напарниках-детективах. Они расследуют дело о пропаже драгоценного ожерелья. Один из персонажей может идентифицировать ароматы, что помогает находить улики и раскрывать преступления. Ну и в завершение. Дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града. С 24 по 26 августа на большей части страны синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды. А мы предупреждали в начале месяца ведь. А именно на западе, северо-западе, севере и востоке республики. Наибольшее понижение температуры ждут как раз-таки на севере ночью от 7 до 12 тепла, днем до 22. Как жаль, что наше время так быстро заканчивается, но будет новое время. И жена окрыт в 20.30, как обычно, на жебек жилы. А я с вами увижусь завтра на том же месте, в то же время. В общем, всем хорошей среды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова